Анатолий Давидов. С тех пор для меня эта фамилия означает очень важное, много что значит, всегда вспоминаю и думаю об этой фамилии с благодарностью и с уважением, потому что с детства мне привели вот это вот такое отношение, как и мои родители тоже. С Марком Моисеевичем мы знакомы, конечно, давно, но так получилось, что по-настоящему я с ним мог познакомиться уже когда Марк Моисеевич уже был почти в возрасте, а я тогда еще работал на заводе и мы иногда встречались с Маркой Моисеевичем определенных мероприятиях и как-то меня он посетовал, что вот 90-е годы и сложно очень, что очень трудно, материально. Я предложил Марку Моисеевичу устроиться на работу, директором научно-производственного предприятия нового предприятия в рекламенном заводе и он согласился на эту должность и надо сказать, что выбор был совершенно абсолютно правильным, потому что я всегда восторгал в нем вот тот оптимизм, та энергия, которая была свойственна ему даже вот в том возрасте, когда он был уже на пенсии. Он, за что бы ни брался, всегда относился к этому делу очень серьезно, очень основательно. При этом он подходил очень и очень высокопрофессионально к этому вопросу. Мне было приятно, я всегда с ним делал, я знал, что этот человек никогда не подвезел. Я знал, что он располагает не только большими профессиональными знаниями, но и чисто по-человечески мог разговаривать с каждым работником на любом уровне. На уровне рабочего, директора завода, министра, замминистра и «Надо сказать, что он, мы там создавали предприятие на совершенно чистом месте, на территории завода железобетонных изделий. Там цель этого предприятия была испытание всяких новых образцов, научных достижений там и так далее, и так далее. И Марк Моисеевич возглавил вот это вот строительство этого завода, этого маленького предприятия. При этом он провел титаническую работу по возведению всего этого. По установке оборудования, по запуску первой продукции, только как все развиваются. Вообще с ним было очень легко работать. Легко было общаться, и даже было общаться неформально с ним очень приятно. Мне всегда вот импонировал его разговор с молодыми людьми. В то время отдачу, помоложе, мне всегда казалось, что вот я уже когда возрослее, я должен себя точно так же вести с молодыми людьми, как в отзыве. Абсолютно доступен, абсолютно нету вот фамилиарности, не было вот того облома, который был свойственным многим людям, которые прошли, такие заметные следы стали, которые достигли тоже очень много. Он был очень прост. «Мы могли быть на производственных совещаниях, мы разговаривали весьма серьезно, а потом могли заглянуть в какой-нибудь человеком и сидеть и спокойно вести какие-то разговоры, абсолютно не касающиеся производства. И это Марк Мясевич, для нас более молодых, был всегда каким-то абсолютно таким вот одинаковым собеседником, равным собеседником для нас. Вот это вот подкупало нас, и он, конечно, был весьма и весьма опытен в отношении с людьми. Я помню, что когда я его привел на завод, это был 1992 год, что многие люди, многие заводчане радуют из-за того, что он появился вновь на заводе. И надо сказать, что наверно больше всех радует женщин, потому что они его помнили и знали молодые, и прекрасные, которые работали. Марк Мясевич всегда понравился женщинам в силу того, что он был внешне очень, был хорошо смотрел, у него разговаривал с людьми. Вообще у него какая-то чувство всегда повода какая-то была. вот это характериство всегда располагалось на всех работах.